Красноярские спортсмены увезли из Йошкаралы золото. В столице Мариел завершились соревнования в рамках Кубка Федерации Рэгби России. Хозяева турнира выступили достойно, заняв место в середине табеля о рангах. Йошкарала – стадион молодежный. На несколько дней футбольное поле большого спортивного кластера «Волготеха» стало местом протяжения юных регбистов с разных уголков страны. 15 сильнейших команд пробились для участия в Кубке Федерации Рэгби России, в честь проведения которой было предоставлено столице Мариел. Во-первых, это пропаганда здорового образа жизни, рэгби как вида спорта. Во-вторых, это, конечно, возможность увидеть всем заинтересованным лицам, от спонсоров до чиновников, этот вид спорта, уровень его, увидеть какие-то нюансы, может быть, и организационные, и судейские, и тренировочные. Поэтому это всегда такая крупная проверка и крупный шаг вперед. Соревнования в подобном формате проходили уже в шестой раз. Традиционно, пять лет до этого местом проведения неизменно выбиралась Нижегородская область. Однако работа главной судейской коллегии, которая состояла из арбитров нашего региона, так впечатлила высоких спортивных функционеров, что в 2015 году турнир переехал Ешкаралом. Впрочем, это не основополагающий фактор. Главное – это современная спортивная инфраструктура столицы Мариел. Все эти условия, которые предоставлены и создаются для участников, для зрителей, для представителей команд, это и питание, и проживание, это все в шаговой доступности, это в комфортных условиях дети соревнуются. Поэтому это все сказывается на выборе той территории, где проводят соревнования. И не случайно, что за последние годы у нас по многим видам спорта начали проводиться соревнования впервые. В числе сильнейших команд и наши юные регбисты. Честь Мариел отстаивала ешкаралинская сборная команда с грозным названием «Гром». Составлена она была в основном из игроков лицея Бауманский и Медведевской гимназии. В этих учебных заведениях виду спорта уделяется особое внимание. Регби занимается уже в начальных классах, третий урок физкультуры посвящен сугубо этой игре. Что же касается результата, то он, по мнению спортивных руководителей, достойный. Громовцы в итоге оказались эдакими крепкими середнячками, заняв восьмое итоговое место из 15 команд участниц. «Потенциал у команды есть, но я думаю, что место в середине турнирной таблицы – это настоящее, нормальное, хорошее место на данный момент для команды из Ешкаралы. Будем стараться на следующий год подняться выше. Это замечательное событие, которое даст огромный толчок развитию и детского регби. Радостно отметить, что почти в каждой команде есть выходец из Ешкаралы. Выходец папа-мама или бабушка-дедушка из Ешкаралы, а вот там в Тюмень уехали, уехали в Красноярск, уехали в Зеленоград. Это замечательно. Это роднит всех и проводит какие-то мостики, параллели среди всех команд. Кстати, каких-то конфликтных ситуаций во время проведения турнира зафиксировано не было. Хулиганская игра для джентльменов позволяла выплескивать эмоции только по-спортивному, не выходя за рамки определенных правил. Что же касается итогов, то победу праздновали игроки с берегов Енисея. Красноярская команда завоевала титул в шестой раз подряд. Ну а где пройдет седьмой турнир Кубка Федерации Рэгби, узнаем уже в следующем спортивном сезоне. И шансы Ешкаралы, как место проведения очередных престижных соревнований, весьма велики. Редактор субтитров А.Семкин